Гадость! Гадость, низость, мерзость и пошлость! И всё из-за чего? Вот, вот же, вот! Только из-за этого вот, вот чтобы эти доллары нахапать и набить ими сюда, 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 сюда! Я не знаю ещё куда. И на что они и не идут, только там, в этом мире Чистогана. Клеветы, клеветы на наш истинно-социалистический образ жизни. Фу! Интересно, долетит до Нью-Йорка или нет, а? Да вы не представляете, приезжает к ним туда из Советского Союза человек не по линии борьбы за мир, как я. А сам по себе, вот! С одним единственным желанием никогда больше не идти в авангарде всего прогрессивного человечества. Я говорю, вот, я даже больше скажу, вот. И если этого эмигранта в первом же магазине после границы не разбивает инсульт, он уже к концу третьей недели отъедается и сразу начинает тосковать. Он начинает тосковать по родным Ариасинам, а эти акулы капитализм, они же вот. Что придумали? Прямо под Нью-Йорком построили городок аттракционов, типа Диснейленда, называется «Русские радости». Какая гадость. Специально для страдающих ностальгии. Главное дело, 10 долларов, все удовольствие. Да-да-да, для бывших членов КПСС-15. Меня, как пострадавшего от борьбы за мир, впустили по-детскому. Значит, купившим билет в кассе выдаётся 6 кило железных рублей, имеющих хождение по всей территории аттракционов. Вот ты получил эти рубли, сразу попадаешь в первый аттракцион, называется «Лабиринт. Граница на замке». Какая гадость. При входе столб с табличкой СССР, за ним шлагбаум. И сразу за шлагбаумом за поворотом в засаде сидит Карацупа Зульбарс. И в конце лабиринта видеомагнитофон стоит бесхозный. Добежишь, твой. Не добежишь, не огорчайся, он всё равно никому не достанется. Ещё никто не добегал. Конечно, не добегал. Кого собака догоняла, кого шлагбаум. Оттуда грязным КамАЗом по специально раздолбанной автостраде всех везут на следующий аттракцион. По дороге те, кому шлагбаумом не отшибло речи, начинают уверять, что на них уже повеяло чем-то родным и до боли близким. И тут этот КамАЗ резко тормозит. И толстый негр-шофёр с сильным алабамским акцентом говорит «вытрухайся, ядрёнки». Следующий аттракцион называется «Бесплатная медицинская». Здесь все строго в порядке живой очереди, ложатся на сквознячке между помойкой и туалетом, пристёгиваются к койкам ремнями, служитель включает курсель, и под звуки «широка страна моя» эти койки начинают ездить по кругу, мимо людей в белых халатах и намалёванного на стене соцобязательства. «Поставим на пациенте красный крест в течение полумесяца». Первый человек белым спрашивает у лежащего, что болит, второй бьёт его молотком по коленке, третий пишет фломастером на проплывающем лбу любимое слово из трёх букв «О-Р-З». «А не то, что ты подумал!» Четвёртый протирает ему пальчик ватки, пятый засаживает клизму по сих пор. После клизмы всё начинается сначала. «Широка страна моя» покрутившись, положенные восемь кругов. И Ксусанты отстёгиваются от коек и всхлипывает нахлынувших воспоминаний и торчащих уже отсюда и отсюда клизм. По специально залитому гололёду на карачках доползает до запертой двери с табличкой «Скоро буду». Там они образуют очередь, стоят в этой очереди часа три матеря советскую власть. Потом дверь открывается, и пьяная тётка Икая всех приглашает на популярный в народе аттракцион продовольственная программа. «Какая годность!» Играющий бросает железный рубль в автомат, и дёргает за ручку. Десять минут в эту сторону, и пятнадцать в туру. Ровно через двадцать пять минут в этом автомате что-то щёлкает, тренькает, и в окошечке со звоном появляется табличка «Уйди, гнида!» А тем, кто выиграл вместо «Уйди, гнида!» выскакивает табличка с надписью «Праздничный заказ к 7 ноября 1991 года». И перечень. Первое. Язык председателя комитета по аграрным вопросам. Одна штука. Второе. Гречка. Портрет маршала. Одна штука. Третье. Демократия советская сушёная. Триста грамм. Четвёртое. Плюрализм социалистический. Одна палка. И пятое. Дым отечества. Два баллона нервно-паралитического действия. И сразу к ходу подкатывает пёстро раскрашенный фургончик с весёленькой надписью по диагонали «Человек!» «Человеку брат!» Это передвижная комната ужасов. Что происходит за шедшим внутрь, не знаю. Я внутри не был, я врать не буду. Я знаю точно одно, что оттуда доносятся молодецкие звуки. Потом братья-человеки оттуда поодиночке вываливаются и охотно отвечают на вопросы встречных воплёвые зубы. Жмечательно! И ковыляют на пристани, откуда каждые два часа отваливает на прогулку пароход «Дружба народов», где каждый может найти себе по вкусу инородца и тихонечко удавить. И на этом оплаченное время заканчивается. Люди в грязи, с испорченным настроением добираются до американского шлагбаума, так там их встречает представитель государственного департамента США, который злорадно и ехидно сообщает, что в связи с переполнением Нью-Йорка бывшими строителями коммунизма въезд для новых строителей временно... И пока там нет, он предлагает за те же 10 долларов пройти весь курс аттракционов в обратном порядке. И люди уже, проклиная свою бывшую родину, добираются до столба с табличкой СССР, в стельку напиваются с коротцупой, пьют морду Джульбарсу, трижды по русскому обычаю целуют шлагбаум и, покачиваясь, уходят в каменные джунгли Нью-Йорка, в этот жуткий мир Чистагана, на живые клеветы, бессовестной клеветы на наш истинно социалистический образ жизни. Пху! АПЛОДИСМЕНТЫ